Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это у нас будет чаепитие, причем, знаете, такое новогоднее чаепитие. Я очень надеюсь, что все, что на столе, вам видно, потому что я вот придумала такую штукенцию. Праздник к нам приходит, это поэтому. Значит, что у нас здесь? У нас есть два кусочка вот такого вот интересного тортика, причем этот стоил очень дорого, я не знаю почему. Почему? Это обычный чизкейк, и здесь у нас киви. Далее, значит, здесь пахлава, это азербайджанская сладость, можно так сказать. И давайте приступим. Так, так. Настолько нежные, настолько прям воздушные. Здесь прям не чувствуются вот эти вот коржи. Вот только такие, знаете, взбитые сливки. Вкусняша. Я решила снимать по два видео в день, и сегодня это будет второе видео. Основное блюдо, а потом мукпанг. Завтра утром, скорее всего, будут роллы. Причем, знаете, очень красивые. Я сегодня встала в шесть, представляете, в шесть. Повалялась полчаса на улице, такой дождик. Льет, как из ведра. Просто оторваться не могу, настолько вкусно. Чай у меня с брусникой. Тоже очень нравится. Нравится все. Айке нравится все. Видите, даже у меня кофточка такая, она типа от Новый год. Хочу сейчас пойти, и вот как раз мне надо на работу, хотя я в отпуске. Там кое-какие проблемы. Нужно заглянуть. И вот по дороге я хочу посмотреть елочки, всякие игрушечки. Во-первых, для заднего плана. А во-вторых, просто класть на стол. А еще через два дня у меня день рождения. Даже самой не верится. Время настолько быстро идет. Года так быстро летят. Не успеваешь оглянуться, и все, жизнь прошла. Раньше я никогда не могла съесть даже один кусочек целиком тортиком. Сейчас просто легко. Вот сколько бы я десертов не съела, у меня это не сравнится с основным блюдом. То есть обязательно должно быть основное блюдо, а потом уже десертик. А еще, ребята, я хочу сделать тут ваши правее. Ну, как подарок себе на день рождения. Вот только думаю, стоит ли делать или нет. Вот я хочу максимально естественно. Вот я встала, чтобы у меня уже были готовые бровки накрашены. Вот кто делал, поделитесь, пожалуйста, опытом. Потому что у меня среди знакомых нету человека, кто когда-либо делал тут ваш бровей или микроблейдинг. Были ли у вас знакомые, которые сделали, а потом пожалели? И как вообще сводить, трудно или нет? Иногда я в автобусе или в метро вижу женщин с синими бровями, и мне становится резко так страшно. Я думаю, куда я иду, зачем я это все делаю? А иногда смотришь, так красиво, качественно сделано, поэтому не знаешь, к кому обратиться. Я думаю, что на таких вещах экономить не стоит, и нужно выбирать лучшего. Мне писали в инстаграме девчонки, которые хотят рекламу, чтобы они мне сделали микроблейдинг. Но я, если честно, не готова доверять свое лицо человеку, который хочет рекламу, например. Я сама должна выбрать профессионала этого дела. Ты же не ногти пойдешь, сделаешь, да? Ты знаешь, что через месяц, то есть у тебя отрастут ногти, и все будет замечательно, а лицо это немножко, вопрос посложнее. Два раза мне писали, прямо из Азербайджана. И как-то я не решилась, если честно, и не жалею, что я не решилась, потому что с такими вещами я шутить не собираюсь. То есть это слишком серьезно. Чтобы вот, а да ладно, не понравится ничего. Это не тот случай. Ребят, тортик просто божественный. Ребят, тортик просто божественный. Интересный вопрос. Есть ли разница в трудности найти работу с красным и синим дипломом? К сожалению, красного диплома у меня не было. И как бы, я не знаю. Но мне кажется, важно, какой универ вы закончили. Потому что, когда на одно место претендует несколько человек, на мой взгляд, на это обращают внимание. И в принципе, это нормально. У нас девочка в группе, которая лучше всех училась, она без работы. Поэтому это совершенно не показатель. Кто бы что ни говорил, конечно, знакомство, связь тоже имеет какое-то значение. Но самому без родственников, без связи вполне можно найти хорошую работу. Далее, значит, мы кушаем чизкейк. Здесь какой-то фрукт непонятный. Я первые две работы свои нашла абсолютно сама. Сама устроилась. Но для меня... То есть найти работу не так сложно в том плане, что у меня знание языков хорошее. Вот. У меня были однокрупники, которые знали только азербайджанский язык и все. А у меня и английский, ну так светненький, неплохой. Русский тоже неплохой. Азербайджанский. То есть три языка, когда знаешь, то намного проще. Поэтому такие моменты есть. Опять же, связи родственники, конечно же, помогают. Это везде так. Но в моем случае... При первом устройстве на работу у меня не было никаких знакомых. И при втором тоже. Айка, ты умеешь кататься на лыжах? Нет. Где лыжи, ребята? Вы о чем? У нас здесь снега нету. Не бывает снега, просто не бывает. Следующий вопрос. Умеешь готовить пахлаву? Вообще, я вам так скажу, сладости я не умею готовить. И моя мама тоже не профи в этом деле. Моя мама очень хорошо готовит основное блюдо, но вот сладости у нас никогда не получалось. Хотя в интернете очень много всяких, знаете, рецептов. По идее, можно научиться, но как-то лень, как-то неохота. Айка, что ты выберешь? Малика задает вопрос. Шикарную свадьбу или шикарный медовый месяц? Я выберу шикарную свадьбу. Много гостей, шикарное платье, не знаю. Этот день проходит как будто в сказке. Я тоже очень хочу так. Не знаю, когда этот день настанет. Скорее всего, на пенсии. Но в любом случае. Я тоже хочу, чтобы у меня был такой день. Что это за фрукт такой интересный? Смотрите, что это? Это виноград. Как же сложно было догадаться. Это, конечно же, виноград. Минуточка, асмр. Наверное, видео получилось не очень интересным. Но я обещаю, что следующее видео будет суперинтересное. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ставьте лайк этому видео. Всем желаю приятного аппетита и удачного дня. Всем пока.